Пока в Киеве Зеленский миловался с Макроном и бегал вокруг Шольца с драги, его армия мужественно отступала. И не просто отступала, а буквально разбегалась по хуторам до селам. Еще в начале этого года всем стало понятно, что ВСУ сделают все, чтобы запереться в городах и крупных поселках. В городской застройке, используя местное население в качестве живого щита, даже самые дезорганизованные группы боевиков могут оказаться боеспособными. Правда, и этого от них не ждут. Хватает с них задержки продвижения наших войск и пополнения запаса трупов в информационном поле. Правда, тогда их западные покровители заявляли, что мы ничего не понимаем. И украинские воины света непогрешимы, а народ Украины, все как один, будут отчаянно сражаться за свободу. И вот на прошедшей неделе советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил. В городах можно и маневрировать, и находить укрытия, и минимизировать потери. Вы сможете сопротивляться дольше и нанести русским значительные потери. Также Подоляк сказал, что из-за нехватки артиллерии и тяжелого вооружения ВСУ вынуждены прикрываться жилой постройкой в городах. Фактически, это не только признание, но и призыв закрываться мирными кварталами, набитыми гражданскими заложниками. Конечно, Запад этого не заметит и продолжит выть о бесчеловечности русских. Однако пикантность этому театру гротеска придает воплощение идей Подоляка с чисто украинским колоритом. Так, на прошедшей же неделе стала известна история одного из батальонов 110-й бригады терробороны. Один из воинов света рассказал на камеру, как их, вооруженных только стрелковым оружием, бросили на штурм одного из занятых нашими войсками поселка. Штурм, естественно, провалился, а оборонщики бежали, понеся существенные потери. Чтобы привести отступивших и деморализованных бойцов в чувства, в бригаду прислали нового командира. Как выяснилось, командование уже было в курсе откровений подчиненного, размещенных в сети. Поэтому на первом же построении новый комбриг отобрал у разоткровенничавшегося воина света телефон и с криком «Я тебя посажу!» принялся метаться по плацу. Сейчас владелец телефона строчит заявление на комбрига за кражу имущества. Комбриг же пытается, как и обещал, посадить его. Жизнь бьет ключом, как говорится. И чисто по-украински. Стоит также отметить, что, по большому счету, терроборона изначально создавалась как пушечное мясо. Поэтому, когда уже в марте и апреле оборонщики стали массово сдаваться в плен, в этом ничего удивительного не было. Фактически же терроборона, как и современные набранные повестками в супермаркетах, на пляжах и в кафе ВСУ, это своеобразный портрет киевской власти. И по уровню подготовки, и по уровню мотивации, и по итоговым целям. Эти формирования впору изучать социологам. Часть членов этих формирований пошли в самом деле из страха, или по принципу «все побежали, и я побежал». Другие хотели защитить родные пенаты. Были и откровенные националисты, и те, кого заразили специфическим украинским патриотизмом. Различны были и цели этих воинов. Кто-то предполагал прибарахлиться за счет мародерства или откровенного грабежа. Другие вполне логично считали, что с автоматом на Украине как-то спокойнее, чем без онного инструмента. Некоторые хотели резать русских. Правда, слабо себе представляли, что такое война. Находились и такие, кто просто отлынивал от призыва в ВСУ с видом «а я уже при деле». К примеру, недавно сбежавшие со своих позиций оборонщики французскому изданию «Ле Фигаро» признались, что собирались просто стоять на блокпостах в родной Западной Украине. При этом все бегунки признают, что их командиры просто не умеют и не могут командовать. А вот третировать личный состав они умеют и практикуют. Чем это отличается от киевской власти? Да, ничем. Управлять не умеют, зато умеют кошмарить народонаселение. Зарабатывать не умеют, зато умеют воровать даже с убытков. Отстаивать свои взгляды перед реальной угрозой не способны, зато легко толкают радикальные патриотические речи и носятся со всякой украинской атрибутикой, как дурак с писаной тормой.